В Екатеринбург впервые в истории нашего родного любимого городка приехал Сергей Корякин, уточню, великий шахматист, самый юный гроссмейстер в истории человечества, в свое время чемпион мира и по быстрым шахматам, и по блицу, уроженец Крыма Сергей Корякин, которому завтра стукнет ровно 29 лет. В то время, когда его двойной тезка Екатеринбургский гонщик Сергей Васильевич Корякин побеждает на Дакаре, самый на сегодня популярный в России шахматист Сергей Александрович Корякин прилетел в Стольный град Екатерины, чтобы исполнить новогоднее желание 15-летнего шахматиста, перворазрядника из Скорпинска Игоря Гасса. Легенда такая. Накануне Нового года Игорь написал на сайт российского движения школьников свое желание сыграть в шахматы с его любимым кумиром Сергеем Корякиным, который после матча 2016 года за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсоном стал в России, ну, хоть пока не легендой, но очень известным узнаваемым спортсменом. А шахматы, напомню, это вид спорта. Мне нравится, как он играет, и я давно занимаюсь шахматами, поэтому я уграл такой шахматы. И вот желание карпинского школьника Игоря Гасса волею небес попало в Кремль на тамошнюю елку, и это желание, завернутое в шарик, с кремлевской елки снял самолично Свердловский губернатор Евгений Куйвышев, находившийся в Москве на заседании госсовета. Желание школьника глава региона привез на Средний Урал, сообщил о нем в областную федерацию шахматы, вот будьте любезны, Сергей Корякин в Екатеринбурге. Мне позвонили из федерации шахмат Свердловской области, сказали, что есть мальчик, который хочет со мной сыграть. Но и в любом случае я могу отметить, что я давно планировал поездку в Екатеринбург. К своему стыду я здесь впервые, и этот пробел я уже давно намерялся восполнить, а тут еще и поступило продолжение сыграть с мальчиком, поэтому все совпало, просто идеально, и я с удовольствием приехал. Я много лет играл за Свердловский Малахит, мы хорошо играли в чемпионате России, в чемпионате Европы, и поэтому Екатеринбург для меня достаточно близкий город. Вот до какой степени Сергей Корякин великий шахматист, до такой же степени он нелюбопытный человек. Ну смотрите, несколько лет играть за Екатеринбургский шахматный клуб и ни разу не побывать в Екатеринбурге. Но зато вот теперь с почином Глеб Егорыч, ну в смысле Сергей Александрович. Надеемся, что впредь Сергей Корякин почаще будет бывать у нас в горах, тем более, что он пообещал создать в Екатеринбурге шахматную школу имени себя. И это при том, что у нас в горах уже год работает шахматная школа 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, и это не считая шахматной академии, которой уже более 10 лет. Мы сегодня, когда чай пили, Сергей сказал, у нас есть шахматная школа Анатолия Карпова. Он говорит, как может быть подумать о том, что и я здесь создам свою школу, и, как говорится, мы его поймали на слово. То есть это будет замечательно, две школы двух таких великих шахматистов. Это вот о том импульсе, о котором мы уже говорили. Это здорово, если это будет сделано. Я думаю, будет сделано. Впрочем, из оптимистического будущего давайте вернемся в настоящее с его исполнением желаний. Первый разрядник Игорь Гасс хотел сыграть с самим Карякиным, и он с ним сыграл. Конечно, тратить время экс-чемпиона мира на партию в формате 1 на 1 было бы жирновато, даже для новогоднего желания. Потому Сергей Карякин выдал на гора сеанс одновременной игры и с Игорем Гассом, и другими 11-ю шахматистами-любителями, среди которых были замечены недавно избранный на пост председателя областной шахматы федерации Андрей Симоновский. Потому встреча Сергея Карякина и прошла в его вотчине в Симолэнде. И, кстати, экс-чемпион мира отвесил по этому поводу жирный комплимент. Добрый день, дорогие друзья. Я прежде всего хочу выразить свое восхищение этим местом, потому что я бывал во многих крупнейших корпорациях, типа Касперского, Гугла, Майкрософта, но в такой атмосфере, как здесь, такого драйва я не видел нигде. Кроме того, среди дюжины соперников Сергея Карякина были председатель областной общественной палаты Александр Левин, областной министр спорта Леонид Рапопорт и талантливые дети-шахматисты, среди которых особо можно выделить 14-летнюю Лию Гарифулину, восходящую звезду екатеринбургских шахмат, которая на недавнем взрослом чемпионате мира, естественно, среди женщин, заняла восьмое место. И это в 14 лет. Впрочем, Сергея Карякина молодостью в шахматах не удивить, ведь он сам в 12 лет стал самым юным гроссмейстером на планете Земля и за это попал в Книгу рекордов Гиннеса. Это Лея Гарифулина, друзья, давайте ей поаплодируем. Ей всего 14 лет, но она уже заняла восьмое место среди взрослых женщин. Ее хотели переманить в Москву, помнишь, да? Мы ее оставили, да? Сейчас она что, будет чемпионом мира? Да. Когда? Да хоть сейчас. Выседай, подожди, молодец. Чувство, что она играет хорошо, у нее безусловный талант. То есть здесь я точно могу сказать, что особенно по женским меркам она играла просто прекрасно. Я думаю, что у нее прекрасное будущее и при условии ее работы над шахматами она будет демонстрировать стабильные высокие результаты. На фоне высокопоставленных чиновников и талантливой девушки Леи как-то совсем затерялся Игорь Гасс. А ведь именно он стал первопричиной визита Сергея Корякина в Стольный Бург и этой встречи. Один против двенадцати. Игорь, как перворазрядник, бился с гроссмейстером, говоря по-русски с великим мастером, как мог. Но после 22-го хода понял, что проигрывает безнадежно и пожал Сергею Корякину руку. Мы играли хорошо. Я первый допустил неточность. И он, используя мои неточности, он провел так. Мальчик играет хорошо. Безусловно, у него есть талант, предрасположенный к шахматам. И я как шахматист-профессионал очень рад, что он выбирает именно шахматы. И я готов ему помогать с советом. Но помимо него были и другие талантливые дети, которые тоже хорошо сражались. И было много интересных партий. По концовке сеанса одновременной игры экс-чемпион мира Сергей Корякин 11 партий выиграл и одну свел в ничью. Ну и, кстати, эта неравная битва показала, что в шахматах слово «ходить» имеет два смысла. Хотя, казалось бы, вид спорта сидячий, а вот подишь ты. Нужно ходить для того, чтобы ходить. Я подхожу, делаю ход, они, соответственно, отвечают. Ну и я прохожу по кругу. Здесь еще в чем отличие бывает, что если очень много соперников, скажем, 20 человек, то ты во время сеанса пройдешь километров 10, наверное. Так что определенная физическая подготовка тоже должна быть. Я должен максимально радовать детей, как можно больше проведить сеансы одновременной игры с детьми, что я, в принципе, и делаю. Я не всегда это привязываю к Новому году или к Рождеству, но вообще, в принципе, в течение года я там как минимум 15-20 сеансов провожу, что, в принципе, не так уж и мало. Ну, популяризация шахмата, это, естественно, замечательно. Она не является моей единственной целью, потому что все-таки мои главные цели – это завоевывать новые шахматные титулы, но при всем при этом я как шахматист-профессионал также должен развивать шахматы, должен их популяризировать и как шахматист, и как член общественной палаты. Поэтому я всячески стараюсь содействовать, и я очень рад, что у нас в России происходит шахматный бум. Может быть, вы не знаете, я вам сейчас скажу такую новость, что Сергей Корякин – член общественной палаты Российской Федерации, а я – председатель общественной палаты Свердловской области. Мы с ним в конце года виделись вместе на форуме Содружества в Москве, рядом сидели, когда перед нами выступал президент Российской Федерации. Поэтому мы с ним еще немножко и на общественные темы сейчас пообщались. А вообще то, что он приехал впервые в Екатеринбург – это такой новый импульс развития шахмат в Свердловской области.